А скажите, пожалуйста, Михаил Иванович, как вы относитесь к тому, что в России сейчас происходит такая галтелая, сродни вообще Сталинскому Советскому Союзу и Гитлеровской Германии, борьба, война с литературой? Я знаю, что вы не очень любите Акунина, но тем не менее, смотрите, как репрессируют книги уже. Так, во-первых, я не знаю, кто к коротенькому кусочку минут на 10-15 из нашей с вами беседы в прошлом году прилепил, что Веллер не любит Акунина. Так нельзя, потому что я сказал, что я абсолютно равнодушен к детективным романам Акунина, считая их в основном картонными и вторичными, Но горячо приветствую историю российского государства, считая ее необыкновенно полезной, какой-то нужной, благотворной, замечательной. Я ее тоже читал, и буквально все мои знакомые читали. Я считаю, что вот эта работа заслуживает, я знаю, государственной премии, чего-то еще. Потому что на протяжении всей моей жизни, чтобы у кого-то можно было прочесть связное цельное изложение русской истории, да не было такого. Да с 19 века не было ничего подобного, вы понимаете? Послушайте, кроме того, простите, он приличный человек, он знает, что такое слово, его можно только всячески приветствовать. Можно говорить, что его романы шедевральны, а можно говорить, что они фиговы, но это, в общем-то, ничего не меняет, это дело вкуса. А вот то, что туда же построили Быкова, туда же построили Улицкую, туда же сам раньше построился Шишкин, которым до этого надавали всяких премий и так далее. Вот это дурной знак, но вы знаете, уже 12 лет назад, почти 12, сказал мне человек, который создал, в общем-то, создал Российский книжный союз. И, в общем, это он пригласил и сделал таким почетным главным директором Степашина и так далее. А сам он стал сенатором, его фамилия Ткач, мы с ним знакомы, ну, года примерно с 96-го, так, чтобы не соврать. Он сказал, ты же понимаешь, что придет время, и останутся только те писатели, которые будут нужны государству. На что я сказал, да, судя по всему, к этому придет. Этот разговор был примерно в 12-м году. Вот, нет, даже осенью 11-го Путин только задумал возвращаться, то есть не задумал, а открыли этот проект. И здесь вот, когда объявили месяц назад, полтора, о создании какого-то такого, ну, комитета по делам литературы, кому он там подчинен, думе, не думе, правительству, администрации, но какая-то такая организация. Чтобы курировать. Курировать это означает, кому надо подбрасывать денежонок, кого надо посылать там во всякие поездки, то есть элементы советского союза писателей, ну, созданного в 13-м году по указанию товарища Сталина. Через 10 лет будут отмечать 100-летие союза писателей СССР. Интересно, как отметят. Все приходит на пути своя, потому что главное для нас, конечно, телевидение. Ну, за телевидением газеты тоже не надо забывать. Далее у нас главный интернет, а в интернет YouTube-каналы, электронные версии тех же газет и журналов. Ну, до книг долго не доходили руки. Ну, что нам книги? Но вот, если раньше обострение классовой борьбы при движении к социализму, то сейчас обострение борьбы с внешними врагами при дальнейшем совершенствовании российского устройства. А писатель, он человек, в сущности, далеко не такой влиятельный, как, конечно, в 30-е или 50-е годы. Ну, какой там инженер человеческих душ, ну, что за ерунда это? Это все не то, вы понимаете. Сидели мы как-то, обедали в Центральном доме литераторов с Натальей Познанской, которая там замдиректора уже сколько десятилетий. Замечательная женщина, умница, профессионал, литературу знающая насквозь, и писатели тоже. И когда я сказал, что, ну, конечно, Наташа, вот все это уже не то, что было когда-то. Когда это был суперэлитный, закрытый клуб, где сидели такие люди, легенды и звезды. Она говорит, Миш, ну, о чем ты говоришь? Да, конечно, да когда здесь было? Но что нужно любому режиму, и чем более жесток режим, тем больше ему это нужно? Враг внешний и враг внутренний. Очень хорошо, когда внутренний враг и бессилен, и, в общем-то, безвреден и бесполезен. Потому что в нынешней России есть писатели или нет писателей, ничего от этого не меняется. Основная читательская аудитория – женщины 50+. То есть женщины немолодых и вовсе преклонных лет. Именно поэтому в России такой расцвет женской литературы ни в одной стране нет. Понимаете? То есть Полякова, Устинова, Шилова, Маринина. Трудно всех перечислить. Улиня Улицкая – это как бы еще из лучших. Рубина. Рубина. Ну, Рубина живет не в России, но туда же. Вот это так или иначе видные, замечательные писательницы. Так вот, назначить врагов, причем Акунин, история российского государства, написал книгу полезнейшую, нужнейшую, глубоко патриотическую, где так или иначе изложена русская история с патриотических позиций. Когда он там говорит «русославяне», ну, на самом деле не было никаких русославян, русы – это северные германцы, а славяне – это темная история, сейчас не будем говорить о том, что слейф – это раб, нет, 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 не удаляемся. Нам не надо ваших книг, нам надо, чтобы вы были лояльны. Вот недаром повторяют великих стругацких, которые с каждым годом все более великие. Умных не надобно, надобны верные. Вот книжка, которая уже сколько, 60 лет, в 1964 году вышел этот чудесный мини-роман «Трудно быть богом». Так что в литературе делается, есть, знаете, есть пара человек, которые представляют один, вот старый – это мое поколение, уже за 70, это Юрий Поляков. Второй – это сравнительно молодой, ну, сколько ему сейчас лет? Ну, 45, не могу сказать точнее, Захар Прилепин. То есть мужчина во цвете лет, как Карлсон. Что и Захар второй? Значит, ну, что вы так сразу? Вот вы так, вот не любите вы писателей русских. Да. Так вот. А за что их умение? Литературное пространство должно быть очищено от конкурентов, от тех, кто занимает читательское внимание, занимает площадку, занимает воздух литературы, занимает места во всех этих премиальных списках и так далее. Поэтому, конечно, все эти окунины, быковые, улицкие, и велеры, на самом деле, все это, конечно, должно быть обрано, потому что кто не с нами, тот против нас. И вот в этой литературе отражается происходящее в стране, то есть диспетчеризация социального пространства, административного пространства и укрепление вертикали власти, потому что вертикаль власти должна входить вот так, как восточные мастера человека сажали на кол. Это тебе не европейская фигня. Этот кол должен был выйти из кончика языка, и при этом казнимый должен был быть еще жив. Вот таких палачей султаны ценили. Вот это были мастера, которые были осыпаемы дарами по чину. Вот это настоящий вертикаль власти, чтобы из задницы и через язык. Вот происходит, так сказать, сажание на этот кол. Михаил Иванович, а вы знаете, о чем я сейчас подумал? А вот интересно, Солженицын, да? Они же не могут вроде сейчас к Солженицыну придраться. Он как бы государственник, он мечтал обустроить Россию, а с другой стороны, это же архипелаг ГУЛАГ, это один день Ивана Денисовича. Это такое изобличение этой порочной, людоедской, человеконенавистнической системы. Вот как бы Солженицын сейчас себя чувствовал в этой системе координат? Вы знаете, покойников всякий норовит перетащить на свою сторону. Я помню, как наша прекрасная школьная учительница литературы преподавала-то она в областном городке в Белоруссии, окончала-то она ленинградский филфакт, который потом кончал я, читала нам Марину Цветаеву. И Пушкин падает в голубоватый колючий снег, он знает здесь конец, недаром в кровь его влетел крылатый какой-то там свинец, а там же, не забывай, поэта-убийца царь Николай. Боже мой, Николай, который Пушкина берег, холил и лелеял, который не позволял никому пальцем Пушкина тронуть, когда Пушкин написал эпиграмму на Булгарина, а Булгарин в ответ на Пушкина, то Николай распорядился Бенкендорфу, чтобы он передал, чтобы Булгарин не смел слова одного писать против Пушкина. С тех пор все поливали, значит, именем Пушкина Булгарина, а Булгарин должен был молчать, потому что один раз он уже был посажен по приказу Николая. Так вот, Николай, который заплатил за Пушкина более ста тысяч рублей золотом долгов, в основном проигранных, прочтых и так далее. Николай, который взял на полный кошт все его семейство, полное собрание сочинений за счет императорской казны и так далее, так далее, так далее. Вот, и объявили, что он травил Пушкина, а Пушкин был против царизма. Это Пушкин, который писал, или русского царя уже не весят слова, или нам с Европой спорить ново. Ну, что вы, что вы, что вы. Вот так вот, и народу совершенно внушается, понимаете ли, все так, что теперь вот как-то мне немного непонятно, а что здесь кому-нибудь может быть непонятно. Вот, пожалуйста, спросите меня еще, а то я растерялся.